Без беседы святителя Анастасова на посланиях к Колоссинам. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями. Третья глава послания к Колоссинам. Смотри, как снисходителен Павел, так как чтение утомительно и может наскучить, он располагает не к повествованию, а к псалмам, чтобы ты вместе и увеселял душу пением, и не замечал трудов. Славословием говорит и духовными песнями. А ныне ваши дети любят сатанинские песни и пляски, подражая поварам, пекарям и танцовщикам. Псалма же никто ни одного не знает. Ныне такое знание кажется неприличным, унизительным и смешным. Итак, учение есть как бы какой благотворный источник. Научи сына петь те преисполненные любомудрия псалмы. Например, сначала о воздержании или прежде всего о сообщении с нечестивыми. То есть, псалом в самом начале книги с этой целью и пророк начал отсюда, говоря, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Первый псалом. И опять, и не сидел с людьми лживыми. Псалом 25. И еще тот, в глазах которого презренно отвержены, но который боящихся Господа славит. 14-й псалом. Об обращении с добрыми это тоже найдешь там и многое другое. Об воздержании чрева, об удержании рук, о нестяжательности, о том, что и деньги, и слава, и все подобное есть ничто. Но, если научишь его этому с детства, то постепенно возведешь его и выше. Когда он будет сведущ в псалмах, тогда узнает и гимны, представляющие собой дело более святое, так как вышние силы гимнословят, а не псалмословят. «Неприятно сказано похвала в устах грешника» – Серахова, 15-й глава. И опять, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне, в псалом соты. И опять, не будут жить в доме моем, поступающей коварно. И опять, кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Таким образом, вы должны опасаться, как бы они ни завели связи не только с друзьями, но и со слугами. Бесчисленное бывает зло для свободных, если приставляем к ним развратных рабов. «Если едва спасаются они, пользуясь попечением и любомудрием Отца, то что из них будет, когда верим их в беспечности слуг? И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» – Колоссиан 3 глава. «Если мы будем так поступать, то там, где призывается Христос, не найдется ничего мерзкого и ничего нечистого. Если, ешь ли, бьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, все делай во имя Божие, то есть призывая Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего, помолившись Богу. Хочешь ли произнести, поставь что наперед, потому что и мы в своих письмах впереди поставляем имя Господа, где имя Господа, там все благополучно. Если имена консулов скрепляют грамоты, то тем более имя Христово. Ешь, благодаря Богу с решимостью, то же делать и после. Спишь, благодаря Богу с решимостью, то же делать и после. Идешь ли на площадь, то же делай. Пусть не будет ничего мирского, ничего житейского, все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благоуспешно. Что не запечатлеющим именем Божьим, все выйдет счастливо. Если оно изгоняет демона, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дела. И что значит, что вы делаете словом или делом? Этим указывает или на допускающего, или на делающего что-либо подобное. Послушай, как Авраам во имя Божие посылает раба. Давид во имя Божие умертвил Гориафа. Дивно и великое имя его. Кто делает это, тот помощником имеет Бога, без которого не терзал ничего делать. Таким образом, чествуемый призыванием Бог воздает обратно честь дарованием успеха в делах. Призывай сына, благодари отца. Призывая сына, ты призываешь отца, и благодаря отца благодаришь и сына. Этому имени нет ничего равного. Оно всегда дивно. Ибо имя так говорится, как разлитое море. Книга Песней, 1 глава. И кто произнес его, тот вдруг исполнился благоуханием. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 послание Коринфянам, 12 глава. Вот как столь много совершается этим именем. Аминь. Всех я приветствую с праздником. Сегодня церковь празднует Рождество Пресвятые Богородицы. Обычно совершается память святых, то день их успения. А Рождество празднуется Господа нашего Иисуса Христа, Иоанна Претечи и Божьей Матери. Три праздника Рождества, которые считаются праздником. И церковь так установила совершать эти праздники. На парень когда-то споем. Иоанна Претечи и Божьей Матери. Иоанна Претечи и Божьей Матери. Иоанн Претечи и Божьей Матери. Иоанна Претечи и Божьей Матери. Иоанна Претечи и Божьей Матери. Подношение бесчастья. Я служил в Омске и там был батюшка Ненастоятель, он всегда надо мной посмелся. Я как захожу только вон. Подношение бесчастья! Так, сейчас, значит, сегодня занятие и общение в два часа у меня в доме. Будет также трапеза. Двум часам приходите. Храни всех вас Господь.